И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Да-да, наконец-таки у нас начинается новый ивент по челленджам, новая война полов. Сегодня расскажем вообще, в принципе, по этому всему делу. Перейдем также на сайтик, посмотрим, что у нас там вообще на сайте. Сайт уже сегодня, к слову, открылся. Можно выбрать за эти красочку, которую вы сможете выиграть, если, конечно же, ваша фракция выиграет. Ну, то есть, если вы купили именно такие краску за леди, а не за тех, кто играет в хоре рельсу и тишину паркур. В общем, сегодня, я думаю, что многие ждали этого ролика. Расскажу вообще, каким образом мы будем действовать, каким образом мы будем набивать данные звезды. Надеюсь, что данный ролик получится довольно-таки информативным и полезным для вас. Но давайте сначала именно-таки перейдем на сайтик, покажу, что там, как там работает и давайте переходим. Зашли мы на сайтик. Вот такой вот сайт довольно-таки простой сделан, но довольно-таки прикольно. Прикольно все просто, но довольно-таки хорошо. Война полов. Фракции. Недостаточно данных пока что, дабы понять вообще соотношение. Я так понял, что это будет известно только завтра, после того, как сутки именно-таки пройдут. Тогда мы уже сможем понять, как это все дело работает. Здесь вы, ребяточки, авторизуетесь. Я уже авторизовался, к слову. Здесь вы выбираете приз. Подтверждаете, что вы именно-таки данный приз хотите. Потом уже сменить его вы не сможете. Поэтому хорошо подумайте, какой вы приз хотите. Я вот, как и говорил, я выбрал спиннер. Данную красочку хотел бы приобрести именно-таки себе в гаражик. Поэтому именно-таки с нее я все это дело, конечно же, и начинаю. Ну что ж, на сайте все посмотрели. Теперь можно уже пикнуться в каточку. Скажу так, что уже многие ребята к моменту, как я записываю ролик, уже набили по 22 уровню. Именно-таки по первой красочке уже своей супертоповой нагибаторской. Они уже получили. Я же только-только начинаю. Поэтому после данного видеоролика сразу же у нас будет стримчик. Я думаю, что сегодня хорошо так поиграем. Хорошо так понабиваем данные звезды. Поэтому, если у вас есть желание, если вам скучно играть одному, если вам хочется послушать, пообщаться, вместе со мной поиграть, понагибать, понабивать звезды, то обязательно приходите на стримчик. Там мы все это дело, конечно же, будем вместе с вами бить в какой-то степени намного-таки даже интересней. Ну а сегодня я попытаюсь в довольно-таки такой упрощенной форме, наверное, рассказать всем тем ребятам, которые приобрели ту красочку, которую я вам посоветовал, именно-таки краску за леди. Что мы будем делать вообще в данном ивенте? Каким образом проще всего набивать звезды? Безусловно, есть много разных интересных тактик. Но есть одна определенная суть. Если вы играете в соло, то для вас удобнее всего играть либо же матчмейкинг именно-таки в Соляндру быстрый бой, то есть вы быстро будете зарабатывать звезды. И, ну, если у вас, в принципе, с руками все хорошо, я думаю, что у нас ребяточки играть умеют, нагибаторы все не криворукие, не то что там какие-то оветисы, которые в ДМке ничего сделать не могут, то, в принципе, у вас есть два варианта. Нравится ДМ? Заходите в ДМ, нагибаете, спокойно там звезды бьете. Если же надоедает ДМочка, то я бы на вашем месте, если у вас нету группы, если у вас нету друзей, играл бы именно-таки быстрый бой и просто в быстрый бой пикался в Соляндру. То есть это занимает минимальное количество времени и при этом вы быстро будете получать свои звезды. Плюс есть шанс то, что вас будет пикать в катки, которые уже именно-таки будут начинаться и, ну, то есть вы будете пикаться в ту катку, которая уже начата. То есть, условно, там уже будет оставаться там минуты 3-4, то есть, ну, не так долго все это дело, короче, будет происходить. Вы спокойно будете набивать звезды и, в принципе, довольно-таки эффективно все это будет получаться у вас. Если же, ребят, вы играете командой и вы реально хотите играть определенный какой-то режимчик, то есть вы думаете, какой режим лучше играть, то есть такой вариант. Если вы не любите, там, таскать флаги, не любите играть более в такой агрессивный стиль, а любите стабильно брать звезды, то я бы вам посоветовал именно-таки сыграть, ну, поиграть, попробовать, понравиться, не понравиться. Я думаю, что вам должно зайти, поиграть именно-таки ТДМ. То есть это довольно-таки такой более стабильный, наверное-таки, режим. И в большей степени я бы сказал бы вам так, то что частота досрочки катки, то есть, условно говоря, там, за 6 минут, за 6, ну, не за 7, явно, ну, быстрее, чем 7, за 6 минут можно закончить каточку, и при этом вы стабильно будете, как бы, зарабатывать свои звезды. Проблем у вас никаких не будет. Если хотите порисковать, хотите, как бы, в какой-то степени где-то подускорить завершение каток, где-то у вас будет это получаться, где-то у вас, конечно же, это не будет получаться, вы можете все это дело, конечно же, понабивать либо в регби, либо на флагах. Но на флагах я бы больше советовал. Вот, например, данная катка, вы видите, то, что у нас остается 3,5 минуты еще до конца, то есть пол катки прошло, уже 4 мы мяча поставили, это значит, что сейчас будет досрочка, и желательно мне только остаться именно-таки в топ-2, дабы получить первых 6 звезд. Как говорится, самое главное, это получить первые, первые звезды, как по мне, я не знаю. Я не верю, конечно, в всякие суеверия, но есть такие определенные моменты, когда хочется получить именно-таки шестерочку, а не какие-то там, условно говоря, 4 звезды, потому что, безусловно, я не буду тратить на данный челлендж именно, ну, у меня не будет никакой такой прям жесткой определенной установки, то есть там, как у нас было раньше, там, 3 дня, там, все, 3 дня, и мне вот надо за это время набить. Нет, сейчас у нас нет никакой такой определенной установки, к слову, 6 звезд, хорошо, забираем. Но, но, безусловно, я постараюсь сделать это как можно быстрее, потому что у меня есть второй аккаунт, кто смотрел, кто знает, Тимпи Армии, именно-таки аккаунтик, на котором мы тоже будем набивать данный ивент, на данном ивенте именно-таки звезды. Там сейчас имеется 15 дней премки, то есть мне надо быстренько закончить данные звезды на данном аккаунте, и уже успеть переместиться туда, и за то время тоже так же наколотить данные звезды. Я надеюсь, что у меня все это дело, конечно же, получится, ну, если не получится, будет очень-таки обидно, но 13 дней премки это большое количество, и вообще, в общем и целом, я надеюсь, что все у нас так и будет. Условно говоря, за, если неделю я здесь набью звезды, хотя мне, в принципе, кажется, что у меня даже получится это все дело сделать быстрее, то мы переместимся уже на тот аккаунт. Дальше дела будут обстоять так. Безусловно, когда я вам говорил, что вам стоит 100% покупать краску за леди, если вы хотите выиграть, если вы хотите играть и набивать эти звезды, я вам не говорил какую-то ерунду, и в конечном итоге я не собираюсь потом, например, набить 2000 звезд и больше дальше ничего не бить. То есть, условно говоря, если наша фракция будет не дотягивать, я буду специально сидеть на основе, специально колотить именно-таки данные звезды, дабы у нас все в этом плане хорошо получалось, и вытягивать именно-таки команду, дабы мы получали эту анимашку. И вообще, в принципе, всем советую, ребят, то есть, ну, если вы видите, что фракция не тянет, у вас есть время, ну, зайдите в матчмейтинг, ну, поиграйте, почему нет, ну, почему нет. Если вы уже купили красочку именно-таки, которую я вам посоветовал, если вы набили 2000 звезд, да, я понимаю, что устанете, когда набьете 2К, но все же, там, условно говоря, ну, каждый день там по одной-две каточки покатать, даже тогда, когда не особо хочется, и стабильненько забрать именно-таки данную краску, подтвердить мои слова, что это все реально, что реально выигрывать краски против большого количества, то есть, ну, понятное дело, что за леди краску купили меньше человек, чем именно-таки за джентльменов, и все это дело вместе с вами сделать. Также забыл один интересный момент рассказать по поводу ЦП. ЦП это тот формат, наверное, который, ну, самый такой более, даже вот если сравнивать TDM и ЦП, это два вот таких комфортных формата именно-таки для игры в трио, то есть, условно говоря, у вас есть формат, в котором ты не будешь особо напрягаться, то есть, тебе не надо, там, лететь за каким-то флагом, тебе, условно говоря, надо взять точечку спокойненько, просто подконтролить ее и выиграть катку, то есть, условно говоря, если вам будет везти, если будет попадаться, ну, сейчас у нас выходные, понятное дело, что игроков много, не так много нагибаторов встречается, это значит, что набивать звезды будет пока что, пока что, пока что, пока есть выходные, попроще, то есть, выходные закончатся, дети пойдут в школу, Все поменяется, ну я уверен На 100%, то есть когда будет меньше Игроков, здесь вся ситуация Будет обстоять совсем другим способом Да и в принципе Шанс того, что в принципе катки Сейчас будет заканчиваться быстрее, чем Именно таки на предыдущем челлендже У меня есть такая установка, я надеюсь, что Это все совпадет так, как я думаю И у нас получится все это дело вместе с вами Быстренько наколотить Я не знаю, что еще можно было бы добавить в этом ролике Надеюсь, что я Рассказал все, что я хотел Все, что у меня было в голове, что у меня накопилось По форматам, по режимам По каким-то определенным Именно таким мувам, движениям С которыми вы сможете Быстрее все это дело делать Как-то так Если данный ролик для вас Был информативным, полезным То обязательно поставьте прямо сейчас На него палец вверх, подпишитесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребята, не забывайте, ну, приходить на стримы Можно сидеть, можно также Само параллельно набивать звезды Я думаю, что это дело у вас будет все Вместе со мной Довольно-таки интересно И, главное, быстро получаться Вот такой ролик получился Всем спасибо за просмотр Летим набивать звезды Всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok